Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Сегодня мы продолжаем рассматривать списки в языке HTML. И я хочу рассказать вам про маркированный список. Вы, конечно же, наверняка работали в, например, Microsoft Word и делали какие-то документы. И знаете, что там, конечно же, можно создавать списки. Например, такой, как мы делали ранее, нумерованный список. И маркированные списки. Это такой список, в котором может быть любое количество элементов, но здесь у нас не цифры или там римские или арабские, а просто, например, кружочек или квадратик, какой-то вот символ, маркер. В языке HTML есть, конечно же, и такой вариант создания маркированного списка. Давайте удалим наш предыдущий код. И я вам покажу практически то же самое, только здесь будет всего лишь один атрибут у нас, type, который будет менять внешний вид маркеров. Давайте напишем, type, UL, внутри ли, с текстом. Текст. И умножим на 3. Не будем слишком много элементов делать. Сохраняем. Что мы видим? Мы видим у нас список. Мы можем вот их любое количество наделать. И здесь просто у нас черный кружочек. Атрибут type. Как он работает? Практически так же, как и в предыдущем видеоуроке мы рассматривали для нумерованного списка, только здесь немного другие значения. Давайте взглянем табличку. Диск. То есть такие кружки, это по умолчанию у нас они стоят. Можем не писать. Черкл. Такие же кружки, только пустые. И сквайр. Это квадратики. Давайте попробуем написать, например, circle. И посмотрим, как это работает. Сразу же вы видите результат. Для примера также проверим последний вариант. Square. У нас появляются квадратики. Здесь вы можете писать любой текст. Также здесь можно, например, давайте я вам покажу. Для примера. Сделаем множественное выделение. Напишем A. Href равно... Поставим решетка. Доллар. Link. Закроем квадратную скобку. Откроем фигурную скобку. Link. Решетка. Доллар. Жмем Tab. Да, доллар у нас не сработал. Немного неправильная конструкция была. Но ничего страшного. Нажимаем сохранить. Давайте я здесь быстро вам поменяю, чтобы показать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы видите, что у нас здесь теперь уже ссылки. Примерно так же, как мы делали меню. Вот оно у нас сверху осталось до сих пор. Но, тем не менее, это уже список. Это намного правильнее. Дальше я расскажу вам почему. И мы будем уже создавать красивое меню для нашего сайта. С помощью, конечно же, списка. Ну, а в принципе, на сегодня это все. Мы разобрали маркированный список. Он очень простой. Tag.ul. И один единственный атрибут type у него имеется. С тремя значениями. А tag.li, как я и говорил раньше, он у нас универсальный. Вы видите, что он используется и в теге ul, и в теге ol. И дальше мы будем им, конечно же, пользоваться. На этом я заканчиваю данный видео урок. Спасибо вам за внимание. Переходите к следующим видео урокам. Не забывайте также подписываться на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии под этим видео. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...